Как вы думаете, по какой причине мальчика, рожденного в Санкт-Петербурге, который был окружен бонами, воспитательницами, гувернантами всевозможными, маминка практически каждый день его в оперу водила, по какой причине мальчика привезли к здоровью. Это очень распространенный ответ, надо сказать. Но самая главная причина была в том, что мальчик 9-летнему возрасту, окруженный женским обществом, просто не управляет. И Михаил Петрович Лотарев, дядя Павлета, получается, Василию Петровичу, своему брату, дает совет мальчика привезти сюда, в Новгородский край, определить в реальное училище в Череповце, дать образование, чтобы мальчик крепко стоял на ногах в дальнейшем и, в общем-то, какнул свою семью. Василий Петрович принял совет брата, и когда мальчику исполнилось 9 лет, его привозят сюда, в наш Новгородский край. Определяют в реальное училище в Череповце, как вы думаете, каким учеником был Игорь? Игорь Петрович Лотарев, игорь Петрович Лотарев. В общем-то, никаких способностей к этим предметам не было у Игоря, да и желаний особо никакого не было. Хотя Игорь Северянин в дальнейшем в автобиографической справке пишет, образование получил в Череповецком реальном училище. Надо сказать, что наше тариальное училище Игорь Лотарев не закончил, к сожалению. Папенька получает место на Дальнем Востоке по службе, и мальчика в 1903 году забирает туда. Вот ни одного учебного заведения мальчик больше не посещает. Да и наше тариальное училище он не закончил. Но, тем не менее, все-таки в справке была написана, где образование получил. Вспоминает, что читал все, что можно было прочесть в библиотеке реального училища. Но вот, к сожалению, точные ноги не дались. И еще папенька делает, наверное, ошибку большую. Когда мальчик обучался во втором классе, папенька разрешает приехать Наталье Степановне в Маленке в Череповец. Но, конечно же, если маменька приехала, то и жизнь маменька привезла ту, которая была в Санкт-Петербурге. В общем-то, потакала во всех шалостях, во всех проказах. И так случилось, что мальчик-то во втором классе училище забросил, его не посещая днями. И нагрянул папенька неожиданно в Череповец в туалет. Практически с проверкой. И, увидев всю эту картину, маменька была отправлена обратно в Петербург, а за мальчика уже взялись домашние учителя. Но, вот, к сожалению, во втором классе остался на второй год. Больше ни одного учебного заведения не посещал. Ну, а на фотографиях вы видите, вот наш дом. До конца 19-го, начала 20-го века. Вот здесь мы с вами прошли. Вы видите, какой был прекрасный резной балкон. На балконе вся семья собиралась, пили чай, вели беседы. Возговаривали по душам. Вот когда усадьбу национализировали в 1918 году, было принято решение здесь устроить медицинское учреждение, а это судьба всех усадеб. И сначала это был детский санаторий. Детей вносили на балкон принимать воздушные ванны. Дети простужались. И было принято решение, балкон заистыкли. Теперь это в Деранда. И причем в аварийном у нас состоянии Деранда. Ну, а подтверждение моих слов, что здесь было всегда очень много людей. Вот эти фотографии, все друзья, приятели. У Михаила Петровича было только свои шесть детей. Ну и реалист, мальчишечка такой стоит в черной форме. Это реалист. И он даритки, и он даритки. Вообще, до сих пор у нас идут споры краеведов. Был ли Игорь Лотарев во Владимировке? Ли его здесь не было. Но родственники, у родственников есть легенда красивая, конечно. Очень. И я думаю, что на самом деле это было именно так. Так случилось, что Игорь Лотарев 9-летний, 9 лет ему сюда привезли, а в 12-летний 9-летний подросток первый раз появляется. Именно здесь, в наших северных краях. Да влюбляется не в оба кого, а в свою кузину, двоюродную сестру, Лича Тулили, фотографии рядом с домом, верхний ряд. И, в общем-то, безответная любовь-то на самом деле получилась. Елизавета не отвечала взаимностью. Что же делал 12-летний подросток? У нас в нашем музее 4, всего лишь 4 мемориальных предмета. Это два таких напольных зеркала. Это посудная горочка и большой шкаф, через который мы через коридор пройдем и увидим его. Так вот. Но какие это предметы? Это большое, огромное напольное зеркало. Видела 12-летнего подростка, который брал маленькую коробочку с черной краской, фиксатуар она называлась, и подкрашивал свои только что пробившиеся усики. Делал он это для того, чтобы сразить свою даму сердца, Елизавету. Лича Тулили, так он ее называл. Конечно, он сражал, наповал, наверное, свою двоюродную сестру, но Елизавета была увлечена совершенно другим человеком. Как вы думаете, кем? Певцом. Совершенно верно. Кузеном своим, Виктором, потому что они были на 5 лет старше Игоря. Им было по 17 лет, и, в общем-то, они младшего, вот этого 12-летнего подростка в свою-то компанию взрослых детей мы брали. Очень-очень Игорь переживал по этому поводу. Казалось, чувство первой любви, да мы все ведь с вами, правда, эти чувства переживали в жизни. А кто еще не переживал, кто-то обязательно переживет. Они вспыхивают, как из-за ругасов, точно так же. Казалось, и тут эти чувства у Игоря, ну, куда-то ушли. Когда они с отцом уезжали на Дальний Восток, дорога проходила через Москву. И так случилось, что Игорь с отцом попадают на свадьбу к Елизавете Михайловне. В общем-то, вспоминал сам поэт. Чувства вернулись с новой силой, рдал до спазм, чуть все не испортил. Вот так вот бывает в жизни. Ну, а свой творческий путь Игорь Северянин начинает с 1905 года, как сам признается. «О чудо», его стихотворение, причем серьезное такое стихотворение, «Гиби Дрюкану» называлось, напечатали в военном журнале «Да суки дела». Причем, надо сказать, для этого не печатался поэт нигде. Он издавал брошюры на деньги Михаила Петровича Лотарева. Дядя помогал. И сам признавался поэт, что «О чудо! Через знакомую знакомой, какой-то знакомой» Стихотворение было напечатано. Но ни гонорара не получил автор, ни экземпляра в ответ, как было принято, не получил. И, в общем-то, нужно было что-то предпринимать. В 1907 году Игорь Ботарев берет себе псевдоним «Северянин». Но до этого была, конечно, работа и по выбору псевдонима. Он подписывал свои стихи как «Игла», «Мимуза». И вот в 1907 году взял себе псевдоним «Северянин». А в 1910 году его стихотворение «Хабанера II» попадает на стол к Льву Николаевичу Толстому. Ну, кто такой Льв Николаевич, да? Знаете? В то время он был, в общем-то, авторитет в литературных кругах. А стихотворение, ну, начиналось так. Бонзите, что под в упругость пробки? И взоры женщин не будут робки, да? Взоры женщин не будут робки. И гляне страсти завьются тропки. Льв Николаевич прочитал это стихотворение и разразился скандал. В стране безработица, в стране пьянства, а у нее-то пробость пробки. И на творчестве молодого поэта можно было поставить жирный крест. Но антиреклама – это тоже реклама. И даже в то время, на следующий день, Игорь Северянин проснулся знаменитичным человеком. Его стали приглашать на все концерты поэтические. В общем-то, и концерты, которые давал Игорь Северянин, он стал называть поэзоконцертами, свои стихи поэзами. 1918 год, а надо сказать, что Игорь Северянин в то время покидает Петербург, переезжает в Эстонию. В Москве, 27 февраля, проходит конкурс, знаменитый конкурс о литературе. Это праздник литературный. Пороль поэтов. Так назывался конкурс. Были приглашены Владимир Владимирович Маяковский, Константин Вальмург, Игорь Северянин. Но Северянин, он опаздывает на этот конкурс, потому что все-таки расстояние было большое, он опаздывает. Уже Маяковский отчитал свои стихи. Да и Маяковский, наверное, на сто процентов знал, что в 18-м году королем поэтов станет именно он. Он идет в ногу со временем. Игорь Северянин допускает к конкурсу, и он считает, весенний день, горячий золот, весь город солнцем ослеплен, я снова я, я снова молод, я снова весен и влюблен. Это было море, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башню замка Шопена, и, внимая Шопена, полюбила его Паша. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат, и Пажа истомила. И Пажа полюбила, и Пажа полюбила, вся в матьевых сонах, а потом отдавалась, отдавалась Грозова. До восхода рабыни проспала госпожа. Это было море, и волна Бирюзова, где ажурная пена, и сонах, и сонах. Перерезан в количестве голосов, но победил Северянин. В общем-то, что тут началось, как вы думаете? Поговорите со мной, что тут началось? Скандал. Скандал. В общем-то, да, на самом деле, Майкорский бегает на сцену и говорит, долой короли, время сейчас не то. Но результаты конкурса никто не отменял. И Игорь Северянин был коронован и получил титул Король-Поэта. Это было 27 февраля и проходило в Москве. А 2 марта между Россией и Германией подписан был Брестский мир, где Эстония уже была отдельной страной, отдельной частью. И просто так переезжать из Санкт-Петербурга в Эстонию было невозможно. Это была уже граница. Невероятным образом каким-то Игорь Северянин уезжает. И так случилось, что больше никогда в России помню. Он становится вынужденным иммигрантом, хотя он не считает себя таковым. Говорит, я дачник. Так себя называл. В Эстонии, конечно, новый период. У него эстонский период. Это отдельная такая история Игоря Северянина. В 1941 году, 20 декабря, поэт умирает. Он захоронен, но и в Эстонии на Александре Невском кладбище. Сейчас мы с Северянинским обществом переписываемся, сотрудничаем, передаем приветы. В 90-х годах они у нас были. И где-то в середине двухтысячных наш работник музея побывал там. Игорь Северянин.